Совет номер четыре. Не нанимайте портеров, не нанимайте носильщиков. Когда вы поднимаетесь вверх с грузом, то ваш организм лучше усваивает высоту и лучше адаптируется. И когда вы уже будете выходить на заданную прямую, то вам будет намного проще. Местные жители говорят, не идите в горы с обидой, она вас разрушает. Поэтому старайтесь все грустные мысли оставить дома. Здесь ты очень много находишься наедине с собой, наедине со своими мыслями. И о многом успеваешь подумать о семье, о доме, о жизни. Здесь очень много приходит простых ночи светлых людей, что нет ничего дороже семьи, которая тебя ждет. Что можно быть счастливым, не обладая какими-то супер богатствами. Что иногда улыбка товарища, который идет с тобой рядом, тебя согревает лучше, чем спальник. Прохожий, который тебе говорит намасте, тебе придает немножко светлых мыслей и улыбку. И ты ему в ответ говоришь намасте. Вот. И это уже какой-то такой некий таинственный заг такой. Вот. Мол, ты говоришь намасте, я говорю намасте, намасте. 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 Вот видите, как говорят девчонки класс намасте. Видите, вот ты им улыбнулся, они тебя улыбнулись. Вообще прекрасно. Вот. Налево, направо, Серега? Налево, подниму. Сюда? Конечно, конечно. Ага. Вот. Что еще? Пока мысли светлые кончили. Совет номер пять. Не стойте на пути у буйволов на тропе. Они могут вас боднуть немножко. И, в принципе, этого будет достаточно. Вот таким рогом в бочару как заставить. Особенно, особенно на мосту нельзя стоять. Потому что буйволы не ходят назад. Буйволы ходят только вперед. И получается, он может немножко почувствовать соперника в вас. И вас боднуть. Я уже об этом рассказывал. По пути вы можете встретить невероятные пекарни. Где продается вот такая вот штука. Один кусочек четыре с половиной доллара. Очень вкусно. Вот это вот четыре доллара. Вот такая вот три доллара. Но тут дело не в цене. Это дело в неожиданности. Что можно встретить тут. Буйволы. День 3 Продолжение следует. Продолжение следует...